Здравствуйте. В этом уроке мы будем рисовать вот такие значки с многоцветным абрисом. Эти значки очень похожи на рисунок, нанесенный на клавишу Command компьютера Apple Macintosh. Сначала проведем подготовительную работу. Начнем с создания разноцветных кистей. Выбираем инструмент разлинованная бумага, количество строк 4, количество столбцов 1. Разгруппировываем и заливаем полосы. Убираем абрис, группируем наши объекты. Открываем докер эффекта художественное оформление. Устанавливаем вывод комплекта кисти. Нажимая на дискету, сохраняем выбранную группу объектов как кисть. Создадим еще одну кисть. Установим количество строк нечетное, например, 5. и зальем следующим образом. Первая, третья и пятая полосы у нас будут иметь заливку, а вторая и четвертая будут без заливки, то есть они будут прозрачными. Также убираем абрис и сохраняем как новую кисть. Сделаем еще одну кисть. Нарисуем прямоугольник, зальем его красным без абриса, отдублируем его и применим к этим двум прямоугольникам эффект перетекания. Количество шагов перехода установим равным 5. Переход по цвету выберем по часовой стрелке. Мы получили вот такую радужную кисть. Разъединим группу эффекта перетекания, разъединим промежуточные объекты и сгруппируем все наши 7 полос вместе. Сохраним их как новую кисть. В комплект кисти у нас добавилось несколько новых кистей. Подготовительная работа завершена, можем приступать к рисованию самого значка. Создание значка начинаем с выбора инструмента Ellipse. Зажимаем клавишу Ctrl, рисуем окружность. Привязываем ее к направляющим. Вырезаем сектор и преобразовываем в кривую. Перемещаем центральный узел до точки пересечения направляющих. Разъединяем полученную кривую. Передвинем вертикальный узел чуть вниз, а горизонтальный чуть влево. Основа для будущего знака создана. Применим к ней наши кисти. Например, такую. Мы можем изменить толщину кисти и поправить опорную кривую. Разъединяем группу художественного оформления. Убираем нашу опорную кривую. Она еще понадобится. Устанавливаем центр вращения фигуры в крайнюю правую точку. Уточним. Открываем докер преобразований. Поворот. И вращаем нашу фигуру под углом 90 градусов с дублированием. Получаем вот такой значок. Второй значок мы нарисуем с использованием кисти с прозрачными полосами. Точно так же разъединяем группу, убираем опорную кривую и вращаем. Для этого значка характерно наличие прозрачных полос в абрисе. Поэтому посмотрим, как он будет выглядеть на различных фонах. Например, фиолетовый, зеленый, желтый, красный, розовый, светло-серый. Видите, сколько вариантов. Еще один значок мы создадим с использованием радужной кисти. Опять разъединяем, убираем опорную кривую и отдублируем лепесток. Один раз я создам традиционный уже значок с вот таким радужным переходом. А второй лепесток поверну под углом минус 45 градусов. Применю к нему эффект прозрачности. В центр вращения установлю средняя и нижняя точка. И буду вращать под углом 45 градусов. Получилась вот такая вот звезда или цветок с полупрозрачными областями, которые тоже можно поставить на какой-то фон. Использую различные варианты создания кистей и различные эффекты при создании кистей. Различные заливки можно получить вот такие абресы. Они будут не только многоцветны, но и многовариантны. Данный прием можно использовать при разработке логотипов, товарных знаков и эмблем. Продолжение следует... ¡Недлогая!